Всем привет! Я вчера наконец-то сходила и подстригла волосы! Если вообще кому-то что-то заметно... Заметно? Нет? А теперь? Заметно или нет? Или все равно ничего не заметно? В общем, я подстригла, подровняла кончики, совсем буквально чуть-чуть, там пару-тройку сантиметров. И то на меня так девушка посмотрела, она просто хотела чуть больше отрезать. Я ей сказала чуть меньше, и она так на меня посмотрела, типа того, что разницы особо никакой. У кого такие короткие волосы и хочется отрастить подлиннее, нам каждый сантиметр важен. Сегодня за все время ведения моего канала закончила Кармекс. У меня их четыре, и вот это только первый тюбик. Я уже все остальные распихала по всем косметичкам, по всем своим рюкзакам и сумкам, которые я тягаю постоянно, чтобы как можно быстрее их закончить. Потому что они лежат, и я боюсь, что они пропадут. Хотите, покажу прикол? Это календарь, который сделал молодой человек у себя на работе. Главная фишка этого календаря то, что месяца и имеют странные названия. Это как в России, допустим, январь, февраль, март, апрель на Украине. Грудень, сичень и все в таком духе. Я не помню, как точно и в какой последовательности. Они на работе у себя придумали такую фишку и решили сделать все то же самое. Добавить месяцам такие своего рода вторые названия. Январь – трескун. Февраль – лютень. Март – грачевник. Апрель – снегогон. Май – цветень. Июнь – разноцвет. Июль – грозник. Почему грозник? Август – живень. Сентябрь – ревун. Октябрь – свадебник. Ноябрь – полузимник. Я родилась в полузимник. Декабрь – студень. Очень даже улыбнули. Причем самая фишка, что я только заметила. Какая-то птичка разоралась. Все, блин. Как же холодно на улице. Я посмотрела только что. Минус 12. А чувствуется как будто минус 22. Было недавно минус 20. И нормально. Я себя нормально чувствовала. Жалею вообще, что я вышла на улицу. А как у вас погодка? Я, кстати, до сих пор никак не могу найти горшок для алоэ. Очередной поход в фикс прайс. Может, что-то завезли. Зайду, посмотрю. Если там ничего не будет, у нас есть специальный магазин для цветов. Но там горшки подороже. По 100 с чем-то, по 80 с чем-то рублей. Ну, придется тогда идти туда. Я все хожу, мне все не нравится. Харчами перебираю. Доброе утро. У нас снова солнышко вовсю фигачит. Прячусь от него очень жарко. Но долго прятаться не придется. Сейчас нужно идти на улицу по делам. Мы вчера собирали комп. Вернее, там заказали несколько запчастей. Обновить системник. И недавно у нас сгорел общий этот блок питания. Нужно купить новый. Сегодня поеду, наверное, в МВидео или в другое какое-нибудь место. Также нашла у нас здесь в Воронеже, где продается косметика Слик. Очень хочется что-нибудь попробовать. Поэтому я хочу наведаться в этот магазин и посмотреть что-нибудь для себя. В плане у меня купить какую-нибудь палетку теней. А старые либо выкинуть, либо отдать подружке, если она захочет. И я уже сегодня сделала маникюр, педикюр. У меня ноготочки такие сочные, такие классные, красивые. Обожаю свежий педикюр. Маникюр, он такой вот как у младенца. Такие аккуратные ноготочки. Проснулась я сегодня очень рано. Уже успела сделать кучу дел. Уже был завтрак, обед. И есть уже больше практически нечего дома. Поэтому нужно еще и скупиться. И сняла видео только что. И, наверное, не буду медлить. Соберусь и поеду. На улице просто жесткий холод. Это жесть! Я ходила за тональным средством от Катрис, которые я ищу по всему городу просто. И не могу найти. Я уже в стольких магазинах была, нигде нету. Капец! Иду в Уютеру за тоником. Круто! Иду в последний магазин. Если там ничего не найду, я не знаю, что делать. У меня заканчиваются запасы штукатурки. Ни хрена нету. Что за день? Под ней расстроится. Чапает домой. Всем привет! Хотите знать, как я провожу время 14 февраля? В этот праздник я дома доукрасила квартиру. Те гирлянды, которые были для фона, пошли по всей квартире. Я их развесила. Как я уже говорила, мы не особо празднуем этот праздник. И не поздравляем особо друг друга. Хотя нет, поздравляем. Или нет? Не суть. Для нас это, короче, не праздник. Мы просто его будем проводить вместе. Я напялила сарафан. Решила сделать патчи себе, чтобы быть красивой вечером. Мы ничего не будем готовить на вечер. Наверное, просто включим мультфильм. Время приключений и... Ок. А из еды у нас, наверное, максимум будут фрукты и молоко. У меня сейчас гора посуды, которую нужно помыть, сходить в магазин за продуктами. Сколько у нас снега навалило. За сегодня. А на данный момент я сижу и смотрю новый сериал. Любовницы. Сериал неплохой, но он именно чисто женский. Некоторые моменты просто такие абсурдные. Рассказывайте, как вы проводите этот праздник. Празднуете вы его или нет. Всё готово. Я нарезала фрукты. Ещё взяла мишек. Теперь осталось дождаться любимого. Утро доброе. Я проснулась, как обычно, очень рано. Проснулась довольно-таки хорошо. Обычно мне это даётся очень тяжело, потому что я ложусь поздно. Но в этот раз стало легко, потому что вчера был праздник. Мы просто с молодым человеком валялись в кровати, смотрели мультфильм и поедали фрукты, которые я буду сейчас доканчивать. И уснули мы очень рано. Мы позавтракали, как обычно. Я вот сейчас буду перекусывать и пью много воды, потому что у меня, походу, обезвоживание. Я как-то в последнее время перестала пить столько воды, сколько положено, и это плохо. Сейчас пытаюсь контролировать. И нужно все украшения сейчас поснимать. А пока я буду смотреть видео на YouTube и лакомиться фруктами. Этот сериал меня убивает. Такие предсказуемые моменты, и всё равно сидишь как на иголках. Ещё и последняя серия сезона, блин. Вообще никакой развязки. Зачем так тянуть? Я, кстати, уже все украшения поснимала и убегаю. В поисках почты. Я раньше ходила на другую. Сейчас нашла здесь вроде бы как недалеко от нас. Я тут ещё в поисках работы. И кому интересно, если интересно, то я могу выложить те кусочки моих похождений. Собеседование очень странное. Спрашивают, зачем вам работа. Действительно, зачем она мне? Такое ощущение, как будто психоанализ какой-то. Ищут какой-то подвох. Но что они узнают вообще этим психоанализом? В общем, если хотите, то ставьте пальчики вверх, и я обязательно вам выложу всё, что наснимала. Это явно на почту не похоже. Вот. Всё так быстро справилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok